Боль невосполнимой утраты навсегда поселилась в сердцах матерей и вдов. Их сыновья и мужья погибли, выполняя служебный долг в Афганистане, Чечне и Беслане. Многие женщины остались один на один со своим горем. Вернуть их близких никто не в силе, а вот выслушать и помочь в решении житейских проблем – задача выполнимая. Эту цель и преследовала встреча городских властей с семьями погибших героев. У меня нет больше детей, нет внутренних и самая жена одна семья. Болею я безумно. Вторая инвалидность у меня неплохо, очень тяжело жить. А соцзащита помогает мне. И иногда машину вызову. Даже были времена, когда на рынок ездили, но не могу встать, у меня ноги отнимаются. А хочу сказать по-другому. Я все равно держусь и все нормально. Я хочу обратиться к вам со словами благодарности за ваших детей, сыновей, которые совершили подвиг в молодые годы, в самом своем расцвете сил. Главой принято решение, в ближайшее время в школах, где учились ваши дети, ваши сыновья, будут оборудованы, соответственно, уголки памяти. Для того, чтобы сегодняшняя молодежь знала и брала пример с героем. Разговор не мог не коснуться насущных проблем. Участницы встречи делились, с какими сложностями сталкиваются их семьи. А городские власти искали решение, как помочь, не откладывая в долгий ящик. А напчанки не скрывают, они нуждаются в поддержке. Ведь их мужья и сыновья никогда не вернутся. А проблем и забот в повседневной жизни немало. И, конечно, встреча не обошлась без воспоминаний о самых родных и близких, о том, как сохранить память об их подвиге в сердцах молодого поколения. Мой сын всегда писал из-за меня. У меня погиб друг, хотя, в принципе, я верят и не служил. Но все, кто были там, для него были друзья. Поэтому у меня в школе огромный стенд, где все ребята, все наши ребята, мы написали, что герой Отечества – это национальное достояние России. Слушать без слез их истории подчас невозможно. Сын Валентины Туркиной погиб в Беслане, защищая детей от террористов. Когда террорист забежал и бросил в детей гранату, он ее накрыл собой. Тем самым он спас более 200 детей. В Северной Осетии мы очень дружим. Девочка та, что ближе всех лет сидела, Надя Бадоева, которая тоже досталась от этой гранаты, которую сын накрыл. У нее много ранений было. Потом через год, когда она уже восстановилась, она начала с мамой, с родными искать своего спасителя. Мама Надина, Залина, первый раз, когда нас с Наташей увидела, с невесткой, вдовой Андрея, она встала перед нами на колени. Вот я ее подняла, мы обнялись, поплакали. Я говорю, Залина, вашей вины нет, он сделал свое дело, он знал, куда шел, он выполнил свой долг. Годы. Они сотрут из памяти многое, но только не утихнет боль. Уже выросли дети, чьи отцы погибли, защищая людей. У Андрея осталось два сына, которые мечтают быть похожими на папу. В завершении встречи мамы солдат, не вернувшихся с войны, поблагодарили за прием и выразили надежду, что они станут традиционными. В ответ получили предновогодние подарки и путевки в санаторий. Каждая из матерей отдохнет и поправит здоровье в одном из санаториев Анапы.